Всем привет! Вашему вниманию предлагается последний мини рейтинг перед тем, как мы перейдем к самым грандиозным августовским аукционам в Монтерее. Итак, 5 самых интересных автомобилей, проданных на Бринго Трейлер в июле. И в этот раз они получились тоже довольно дорогими. Открывает список Hot Rod Ford Special Roadster, проходящий по документам как автомобиль 1946 года. Этот Hot Rod с стальным кузовом строился по индивидуальному заказу с 2002 по 2004 год. У заказчика был план проекта, и он обратился к своим друзьям Лори Азебедо и Вуди Гилмору, двум опытным профессионалам в этом бизнесе. Им предоставили раскрытую чековую книжку, и кастомайзеры были вольны тратить столько, сколько им понадобится для создания лучшего Hot Rod. Донором послужил Tudor 1946 года, который должен был пожертвовать во имя искусства свои шасси и двигатель. В итоге ни то, ни другое не пригодилось. В качестве мотора был выбран абсолютно новый French Block V8 с плоской головкой. Французские военные произвели какое-то количество таких двигателей по лицензии Ford. Он был расточен до 5 литров, и ему ассистировали впускной коллектор Navarro, распредвал Isky, головки цилиндров Baron Racing Equipment, три карбюратора Stromberg 97 и пятиступенчатая механика Tromec. Неудивительно, что такой яркий проект был реализован в Калифорнии, которая была, есть и будет территорией высочайшей автомобильной культуры и средоточием лучших четырехколесных игрушек. Данный Hot Rod – это история про новаторов, идущих на риск и бросающих вызов существующему положению вещей. В нем проявляется уникальный набор решений и исполнений, чистое величие и давняя традиция пундарского духа. Многим зрителям пришлось прикрывать клавиатуру, чтобы ее не закоротило от капающей слюны. Цена составила 190 тысяч долларов. Я хотел бы прочесть так называемое последнее слово теперь уже бывшего хозяина. Мы наблюдали за возрождением Hot Rodding, но не пытались копировать кого-то или наоборот делать что-то отличное только ради того, чтобы отличаться. Мы знали, что работаем с преимуществами современных материалов и технологий, но для нас было важно не растерять ту уникальную энергию и азарт, которыми обладают Hot Roddy. Машина должна была обладать страстью, мощью, красотой, историей. Будет нелегко вычеркнуть из жизни свое детище, своего спутника. Я верю, что следующий владелец будет делать то же самое, что много вечеров делал я – включать свет в гараже, подходить к машине и наслаждаться ее качеством и мускулистой натурой. Ну а мы переходим к советскому динозавру ЗИЛ 41045 1985 года. Он длинный, он тяжелый, он черный. Это ЗИЛ 41045, входивший в автопарк Михаила Горбачева. Он числился в автомобильном департаменте президента до 2001 года, а значит пережил Ельцина и даже немного застал Путина. Он оснащен карбюраторным V8 объемом 7,7 литра и мощностью 315 лошадиных сил, сопряженным с трехступенчатым автоматом. Двигатель, защищенный даже от воздействия электромагнитного излучения ядерного взрыва, позволяет шестиметровой трехтонной машине разгоняться до 190 км в час. Столько шуток, сколько я увидел здесь, я не видел больше ни в одном обсуждении. Я удивлен, что колеса не квадратные. Или, а где встроенный графин для водки и хрустальный сервиз? Или, его проверили на наличие жучков КГБ? Или, владелец хочет, чтобы окончательная ставка была в долларах или все же в рублях? Или, почему режимы коробки передач обозначены не кириллицей? Или, держу пари, что эта штуковина переедет в Трабант и вы этого даже не почувствуете? Или, в другом временном отрезке тот телефон сзади наверняка использовался, чтобы отдать приказ о конце цивилизации? Вообще, конечно, в словах комментаторов преобладала язвительная антикоммунистическая риторика. Но автоэнтузиаст не был бы автоэнтузиастом, если бы не понимал, что аура этого дела выходит за рамки политического подтекста. Машина не несет ответственности за зло режима. Отсюда и финальная ставка в 140 тысяч долларов. Получайте, алчные капиталисты на Мерседесах, Кадиллаках и Роллс-Ройсах. Вот истинный выбор лидеров партии, не поддавшихся талетворному влиянию продажного запада. Политбюро рукоплещет стоя. Рад за Зил. Он отправляется в музей старинных автомобилей в Уэзерфорде, штат Техас. Пора поговорить про Альфа Ромео Монреаль 1973 года. Когда Альфа Ромео впервые показал концептуальную спорткарную международную выставку Экспо 1967 в Монреале, у машины еще не было имени. И тогда публика все решила за итальянцев. Три года спустя, как только модель пошла в производство, имя Монреаль за ней закрепилось. Тогда Монреаль, известный как Североамериканский Париж, был самым крутым городом континента. Не за горами были и летние Олимпийские игры 1976 года. К сожалению, в Альфа Ромео не смогли адаптировать автомобиль к местным экологическим требованиям. И поэтому Монреаль никогда официально не продавался ни в Монреале, ни где-либо еще в Северной Америке. Автомобиль был спроектирован Марчелло Гандини из Бертоне. V8 объемом 2,6 литра с четырьмя распредвалами, с важнейшей системой впрыска топлива с пика и системой смазки с сухим картером, имел заводскую мощность 197 лошадиных сил. Подумайте, почти 200 лошадиных сил с 2,5 литров объема в 1973 году. Этот мотор производный от двухлитрового агрегата спортивного типа 33, где он выдавал 300 лошадных сил и выиграл чемпионат мира по гонкам на спорткарах. По сути, Монреаль это единственный классический Альфа Ромео с мотором V8, выпущенный не единичным тиражом. Тираж, кстати, составил 3917 штук. Данный экземпляр был импортирован из Японии. Он отличается комплектом нехарактерных легкосплавных дисков типа 33 Stradale с 12 овальными слотами, которые придают автомобилю некоторую пикантность. Несмотря на то, что Монреаль выглядит как спорткар, это далеко не так. Но это замечательный гран-туризм, непростой и веселый на извилистых дорогах. Звук двигателя такой будоражащий. Один из комментаторов поделился, что у него спустя 30 с лишним лет эксплуатации до сих пор мурашки по коже и слезы на глазах, когда он вколачивает передачи одну за другой. Если бы существовал класс итальянских маслкаров, то это был бы Монреаль. Цена составила 83 тысячи долларов. Не забудем мы про Dodge Charger 1968 года. Этот автомобиль был приобретен в 2004 году с целью установить рекорд скорости на суше для телешоу, которое так и не вышло. Работа заключалась в полной перекраске кузова в оранжевый цвет, а также установке 12-светочечного каркаса безопасности, парашюта DICE, компонентов подвески Magnum Force, регулируемых амортизаторов Alden American и дисковых тормозов Wheelwood. Тогда под капотом находился 850-сильный мотор. Задача была разогнаться до 320 км в час по дну калифорнийского высохшего озера Эль Мираж. Рекорд для данной локации в категории классических купе составляет 333 км в час. На YouTube есть видео, где Charger в одной из попыток удалось набрать 292 км в час, а потом приехала полиция и всех разогнала. Затем в продюсерской команде возник конфликт. Эпизод с участием Charger для неназванного нового шоу был убран в темный чулан, а сам автомобиль-источник телеконтента впал в анабиоз и о нем быстро забыли. Он был разбужен спустя 16 лет и отправился на восстановительные процедуры. Мотор был заменен на расточенные до 8,1 литра V8 Hemi от мастерской JMS Racing. Динамометрический стенд показал 510 л.с. и 767 ньютон-метров. В паре с мотором трудится трехступенчатый автомат Torque Flight 727. В машине нет ни спидометра, ни одометра, но заявлено, что с момента сборки в 2004 году Charger проехал порядка 280 км. Он полностью пригоден для дорог общего пользования и готов удивлять публику на еженедельных встречах автоэнтузиастов. Будьте уверены, по первому зову этот Dodge устремляется вперед словно молния, а когда вы стоите рядом, земля дрожит под ногами в унисон его бормочущему мотору. Максимальная ставка составила 80 тысяч долларов, но успеха она не принесла. Ну и завершает нашу сегодняшнюю подборку один из моих любимых автомобилей Studebaker Avanti R2 1963 года. Перед вами один из 1833 R2, выпущенных за двухлетний период. Мощность обеспечивается мотором V8 объемом 4,7 литра с нагнетателем Пакстон и составляет 290 лошадиных сил. Есть в Avanti что-то такое, что делит наблюдателей на два лагеря. Одни не понимают, в чем ажиотаж, а вторые страстно хотят его с тех пор, как видят на картинке. Это был действительно знаковый автомобиль, опьяняющий, экзотичный, нарисованный буквально на салфетке и отличавшийся от всех остальных. Он считался самым быстрым серийным автомобилем в мире в 1963 году. Интересно, что в 1962 и 1964 его обрамляли Феррари. Avanti принадлежат всевозможные рекорды скорости, если быть точнее, то 29 на бескрайних соляных озерах Бонневилля. Дизайн Реймонда Лоуи бессмертен, и на каждом светофоре вы будете собирать лайки и комплименты от соседей по потоку, начиная от детей и заканчивая старушками. В отличном голливудском фильме Гатака, Avanti и Citra NDS представлены как автомобили будущего. Их несложно обслуживать, запчасти доступные, а ремонт осилят в любой мастерской. Люди любят и хотят их восстанавливать. Правда, реставрация пойдется дороже, чем для Мустанг или Камару. Если вам нужен редкий американский автомобиль, построенный в эпоху расцвета стиля и перформанса, Студебекера Avanti трудно превзойти. Нет на планете коллекционного гаража, который не был бы озарен его присутствием. Эта машина была последней отчаянной попыткой марки выжить в борьбе с такими гигантами, как GM и Ford. Сценарий вроде битвы Давито и Голиафа. К сожалению, у компании не получилось. Одна из самых больших проблем заключалась в том, что работникам Студебекера платили лучше, чем работникам большой тройки. Avanti ушел с молотка за 75 тысяч долларов. Назовите любой другой автомобиль 60-х годов с заводским надувом, который бы продался дешевле 100 тысяч долларов. Интересный факт. Пользователь, продавший Avanti, спустя неделю на этом же сайте купил Alfa Romeo Montreal, о котором мы рассказывали чуть выше. Такая вот трокировочка, хотя обе машины, безусловно, заслуживают своего места в гараже. Друзья, на 100 подписчиков нам осталось меньше 10 человек. Поддержите, пожалуйста, канал подпиской и лайками, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч!